Сегодня мы будем разговаривать про Universal Windows Platform. Универсальная Windows-платформа и очень необычное применение для нее. Нетрадиционное применение, которое в скором будущем и уже сейчас в некоторых бизнесах становится достаточно прямым традиционным подходом. Но последние полтора года я почти все свои выступления начинаю немножечко с лирического отступления. Почему вы, друзья, стали разработчиками? Интересно. То есть я искренне спрашиваю, не потому что нечем было заняться, решил пойти в разработку. Игры делать? Еще что-нибудь? Бизнес? Я пытался на серьезную тему перевести, судя по всему, не получилось. Понятно. Тогда лучше продолжить. Я уверен, что глубоко в вас внутри сидит тот человек, который вначале пытался простенькие кусочки кода вместе собирать для того, чтобы воспроизвести что-то подобное на любимую компьютерную игру или сделать что-нибудь. В итоге, на самом деле, мне ваш ответ больше всего ближе, потому что приятно смотреть на создание своих рук. Потому что мы, как инженеры, на самом деле, как бы, по крайней мере, мне так представляется, может быть, из-за возраста, но основное, из-за чего как бы software engineer находится в разработке, это все-таки создать что-нибудь своими руками и увидеть это используемое, пусть даже в каких-то простых проектах, но реальное использование. Ну и также попытаться как-то применить свою инженерную креативность в очень необычных, в очень необычных, как бы, приложениях, в очень необычных применениях. Одновременно с этим, безусловно, безусловно, мы все взрослые люди, понимаем, что, как бы, бизнес-аспект нашего, нашей профессии, он очень важен. Но я бы сказал, что сегодняшний доклад, он, скорее всего, относится к первой части, к вашей креативности, и поскольку бизнес-возможности, несмотря на то, что они есть, и даже в нашей компании мы, на самом деле, делаем бизнес на разработке для Xbox, для разработки под HoloLens, Universal Windows Platform, я не могу сказать, что это настолько широко бизнес-распространенное решение. Но, тем не менее, именно удивительнее всего, что с .NET за последние года-полтора мы получаем возможность попробовать, как бы, наш любимый C-Sharp и наши любимые .NET-библиотеки в совершенно необычных вещах, о которых полтора года назад мы, в общем-то, и мечтать не могли. Могли ли бы мы представить, что мы, в общем-то, можем не просто виртуальную реальность создавать, а то, что называется Mixed Reality, как бы смешивать реальный мир вместе с виртуальной платформой. В общем-то, мы не могли бы представить это. Если, я не знаю, Unity-разработкой занимается кто-нибудь, Unity 3D, ну, по крайней мере, нескольшее количество человек. C-Sharp – это здорово. К сожалению, .NET версии второй у нас там до сих пор, что не очень здорово. Но, тем не менее, с помощью Unity, если вы игровой разработчик, вы внезапно получаете доступ к совершенно новой платформе. И в конце, после того, как я покажу, как бы, очень простые базовые примеры, как вы можете работать под Xbox и HoloLens, мы немножко затронем, что за пределами Xbox и HoloLens нас ожидают в ближайшем будущем. Но переключимся на, в общем-то, прагматические вещи. Как бы мы не сопротивлялись, особенно если, я так смотрю, половина, как минимум, из вас идет с традиционной Windows-клиентской разработки, с WPF, с WinForms. UVP, Universal Windows Platform, UWP – это, хотим мы или не хотим, это будущее Windows. Глядя на то, какое количество денег и бюджетов и куда развивается платформа, и, в общем-то, те решения пользовского интерфейса Windows 10, которые мы видим, в общем-то, нам всем очевидно, рано или поздно, к чему придет платформа. И одновременно с этим Microsoft на протяжении очень долгого времени обещает, что мы действительно можем, будем иметь возможность делать деплоймент наших приложений на все эти платформы, будь то наша десктопная машина, таблет, таблет-компьютер, мобильная платформа, которая уже, можно сказать, не существует, HoloLens, и начиная с августа прошлого года абсолютно все разработчики получают возможность превратить свой собственный Xbox в development платформу, потому что Xbox, Xbox One – это обычная, необычная, но Windows 10 машина. И сегодня это действительно реальность. Если вы Universal Windows платформа-разработчик, вы имеете возможность сегодня. Это уже не обещание, это на самом деле. Если вы экспериментируете с виртуальной реальностью, если вы экспериментируете с Mixed Reality, если вы заинтересованы в Xbox-разработке, а мы видим очень редко, но время от времени, те наши заказчики, которые традиционно публиковали Universal Windows платформ, Windows 10 приложения, такие как, например, газеты, медиа-приложения, мы видим, что возникает очень медленно, но возникает необходимость запускать их также на Xbox, потому что это очень натуральная платформа для media consumption. И что самое приятное для нас, разработчиков, это то, что нам на самом деле не нужно устанавливать какой-нибудь особенный специальный SDK, какие-нибудь development kit, которые отдельны от нашего обычного environment, от нашей обычной среды, когда мы живем в Visual Studio, неважно, какой это edition, community, pro или enterprise edition. Если вы работаете сегодня на Visual Studio 2015 или 2017, и при установке поддержки Universal Windows платформ, это означает, что вы можете покрывать абсолютно все существующие Windows 10 платформы, включая Windows, извините, включая HoloLens и включая Xbox. Если у вас есть Xbox, у кого-нибудь есть Xbox? Некоторое количество. Каким образом разработчик может переконвертировать свой Xbox в development машину? И тут мы наталкиваемся на очень интересные легальные проблемы, которые Microsoft, в общем-то, и заняла некоторое время для того, чтобы решить. Представьте себе, если вы производитель большой коммерческой игры, и вам Microsoft говорит, да, кстати, одновременно кто угодно может, в общем-то, дебаг-процесс запустить, и на самом-то деле доступ к вашему приложению на Xbox, запущенному в память, это, в общем-то, открытая дверь для того, чтобы создавать пиратские копии вашей игры. Поэтому это не очень простой процесс был, и Microsoft была вынуждена сделать интересный компромисс, который работает. Существует два бут-режима Xbox. Обычный консюмерский игровой режим, где вы играете, и если вы хотите заниматься разработкой и дебагом вашего приложения или вашей игры, вам необходимо его перезагрузить в специальный developer mode. Каким образом developer mode активизируется? Вы должны зарегистрировать свою консоль в обычном Windows developer портале, после чего вы можете скачать, как вы видите здесь, специальное приложение в Windows магазине под названием dev mode activation, после чего вы синхронизируете его с development порталом, и после этого ваш Xbox разблокирован для development, и означает, что вы можете, запустив это приложение, перезагружать Xbox в developer режим. Что происходит, когда вы перезапускаете в developer режим? Одно ограничение, которое важно, у вас должно быть активное интернет-соединение, потому что в этот момент перезагрузки у вас происходит верификация того, что ваша консоль активирована, и после того, к сожалению, мы переключимся на Xbox, увидим, каким образом с хорошими цветами выглядит developer console, с помощью которой вы занимаетесь разработкой, видите всю служебную информацию, можете запускать ваше собственное приложение. И начиная с этого момента, с точки зрения Visual Studio, ваш Xbox становится обычной remote machine в таргете, где вы запускаете свое приложение. Так что я думаю, мы теперь можем переключиться в hands-on demo и показать, каким образом на самом деле весь development режим работает. И у меня здесь запущенный Xbox, и своя локальная сеть. Будем пытаться увидеть с Visual Studio Xbox как development machine. Если не получится из-за технических причин, у меня в принципе все демонстрации предеплоены на все устройства, будем пытаться как-нибудь. Но самое интересное, что все это время это уже была онлайн-демонстрация, потому что эта презентация на самом деле не презентация, а это, как вы видите, Xbox-контроллер. И все это время это было обычное UVP-приложение, которое по кругу некоторое количество картинок, когда я нажимаю, крутит. И это на самом деле все уже было запущено на Xbox. И как вы видите, на самом деле это все у меня был мой developer-консоль моего Xbox, который был загружен перед началом конференции, пока дверь была закрыта в developer-режим. Как вы видите, у нас есть очень важные данные. IP-адрес, у нас есть версии, у нас есть какие тестовые аккаунты сейчас активизированы, потому что нужно быть залогиненным, зарегистрированным. И служебная информация по всем моим приложениям, которые в данном случае запущены. Например, вот это вот SlidesUp UWP-приложение запускается. И как вы видите, мы занимаемся переключением. А теперь можно на другую машину переключить сейчас? А сейчас вы видите мою Visual Studio и обещаете, что вы не будете смеяться. Обещаем? Я не слышу. Я вам покажу то, что называется brute force approach в программировании. Каким образом это приложение написано. То есть что у нас есть? У нас на самом деле есть очень простой экзаму с имидж-компонентом. А внутри мы просто при инициализировании… Я слайды… В общем, как 7 png-картинок прям непосредственно в приложении. Я их призагружаю из ресурса. И после этого, когда у нас происходит нажатие, я просто меняю картинку, и они идут по кругу. Вот и все наше приложение. Но, тем не менее, оно очень хорошо иллюстрирует концепцию, что Universal Windows Platform, Xbox, и мы видим, каким образом все это запущено. И для доказательства этого позвольте мне запустить то же самое приложение на моей локальной Windows 10 машине. То есть это то же самое приложение, которое мы с вами запустили. Давайте теперь немножечко более сложное приложение попробуем. А может быть, даже простое, но которое иллюстрирует очень важный аспект. Сейчас мы переключимся на исключительной сложности приложения с двумя кнопками и двумя диалог-окошками, но которые иллюстрируют очень важную концепцию. Дело в том, что больше 50% всех телевизионных, всех телевизоров, которые подключены к Xbox, они работают в режиме overscan. Это означает, что они на самом-то деле обрезают часть картинки, и вам нужно либо, если вы знаете, что делаете, телевизор установить в режим, когда он полностью всю HD или 4K картинку показывает, и одновременно с этим альтернативный вариант. Вы, как разработчик, должны сказать своему приложению с тем, чтобы происходило некоторое скалирование, потому что все UVP-приложения на Xbox, они запущены с 200% увеличением скалирования, и по умолчанию то, что называется TV-safe borders. Всегда, что бы вы ни делали, у вас есть белый бордюр, который окружает ваше приложение. Это хорошо в большинстве случаев, но иногда, как, например, вот в данном моем приложении, которое я со слайд-шоу показывал, я не хотел никаких белых бордюров. Поэтому я использовал специальный типс, который я вам сейчас покажу. Мы переключимся на наше приложение, где мне нужно было в нашем view-менеджере сказать, что я хочу использовать core-window, и я не хочу использовать TV-safe borders. Но позвольте мне сейчас переключиться обратно на это приложение, которое показывает очень простое, и показывает две кнопки, в котором я использовал еще один трюк. Можно на Xbox переключиться? Теперь я выйду и запущу мое приложение. И если вы видели, в моем слайд-шоу там был Xbox-курсор. А в данном случае я, в общем-то, не хочу, чтобы у меня был курсор, я хочу перемещаться просто по кнопкам. И для этого мне, и как вы видите, здесь у меня на Visual Studio не было никаких бордюров, здесь большой белый бордюр. У нас есть возможность в каждом приложении обратно на Visual Studio. Точно так же с помощью специальных типов мы можем просить, чтобы у нас pointer mode, что означает, в общем-то, курсор, в данном случае был отключен. Вот таким вот образом. Попробуем последнюю вещь. Я попробую сейчас сделать deployment на Xbox. И в данном случае я просто закомментирую этот режим. И сейчас мы попробуем подключиться к Xbox как к remote debug машине. Обратите внимание, я в моем solution properties говорю, что у меня remote machine. Мы сейчас будем пытаться ее использовать. И давайте попробуем, если мы до сих пор еще видим сеть, попробуем его запустить на Xbox. К сожалению, deployment происходит не очень быстро по нескольким причинам. Одна из причин мой компьютер в данный момент испытывает некоторые перегрузки. Но, тем не менее, по крайней мере, мы попытаемся это сделать. Ну, а пока мы ждем, если у нас будет успешный deployment или нет. В общем-то, похоже, что вроде бы получается. Самое главное рассматривать Xbox как обычную Windows 10 машину. Можно переключиться на Xbox опять? И обратите внимание, то есть в данном случае мы отключили наш табовое перемещение. И теперь мы, в общем-то, делаем как будто бы это обычной консоль. И, как вы видите, можем обычную нашу дебаг информацию здесь использовать. Вот таким вот образом переключаемся обратно. А теперь мы переключимся на следующую тему. То есть вот так вы можете, как владельцы Xbox, экспериментировать и заниматься диплойментом как UWP-приложений. И, естественно, точно так же вы можете заниматься разработкой игр и публиковать их в Windows Store. Важно осознавать то, что единственный способ, естественно, распространения UWP-приложений для Xbox – это через Microsoft Store. Но одновременно с этим вы как бы можете выбирать рейндж ваших устройств, куда именно вы занимаетесь публикацией. Теперь давайте поговорим о следующем интересном устройстве, которое на открытии я постарался использовать. Не знаю, получилось или не получилось. Но неожиданно полтора года назад Microsoft объявила, что они занимались разработкой такой вот Mixed Reality. Я не знаю, правда или это нет, но нам могут подтвердить или не подтвердить представители с Microsoft, что разработка продолжалась около семи лет. И один из побочных продуктов был Kinect. Я не знаю, насколько это правда или нет, но тем не менее так оно и есть. Важно осознавать, что это не консюмерский продукт. То, что мы имеем в виде HoloLens и по цене, и по использованию, это реально девелоперский прототип. И поэтому, естественно, область, в которой вы можете реально применять, с одной стороны она достаточно ограничена, с другой стороны совершенно потрясающая. И как я вам покажу, если вы хотите пробовать заниматься разработкой HoloLens, вам не нужно иметь HoloLens, вы можете обойтись эмулятором. И кое-чем еще, которое стало доступным, начиная с 11 апреля этого года. Итак, что такое HoloLens? Очень многие люди, которые не знакомы с технологией, они, в общем-то, вполне способны, в общем-то, воспринимают HoloLens как очки виртуальной реальности, подключенному к какому-то мощному компьютеру. На самом деле, нужно осознавать, что HoloLens – это обычная Windows 10 машина, просто с очень необычным экраном и с очень необычным вводом. Запуск Win32 приложения, естественно, заблокирован, и вы можете запускать только UWP приложение, но, тем не менее, это обычная Windows машина. Если вы хотите, вы можете запускать Remote Desktop, сидеть в Excel или Visual Studio, одев очки, заниматься внутри HoloLens или запускать один из пока еще существующих мобильных версий Microsoft Office и заниматься работой. На одной из своих презентаций я презентацию показывал изнутри HoloLens, проецированную на большой экран. Было интересно, но очень тряслось все для аудитории. И каким, что мы имеем? Независимый ни от чего, в общем-то, PC с необычными компьютерными возможностями и то, что раньше называлось Windows Holographic Platform, но начиная с недавнего времени, Microsoft, в общем-то, поменяла из-за того, что публикуется в Windows 10 Creators Update. Кто уже установил Windows 10 Creators Update? Ну, по крайней мере, несколько человек. И Windows Mixed Reality, поскольку кроме HoloLens у нас теперь Windows становится той же самой платформой, под которой вы можете создавать те же самые приложения, но которые будут работать в режиме виртуальной реальности. Экран. Каким образом люди видят в HoloLens? Внутри находятся полупрозрачные экраны со специальным напылением, и не происходит, как некоторые предполагают, проекция непосредственно прямо в зрачок. На самом-то деле, как пилоты-истребители в своих шлемах видят цели, точно таким же образом на самом деле используется точно такая же технология и здесь. HoloLens занимается, в общем-то, показывает вам все через полупрозрачный экран. Но это неинтересно. Самое интересное, каким образом HoloLens знает, что где расположено. И специальный сенсорный массив, который представлен пятью различными камерами, и одновременно с этим несколько не очень раскрытых сенсоров глубины. Но самое главное для нас осознавать, что HoloLens сканирует окружающую среду 200 раз в секунду. Это означает, вы просто представьте, 200 раз в секунду происходит полное пересканирование всей окружающей среды. Как мы увидим позже, или как вы видели на открытии, точность настолько удивительная, что, в общем-то, если вы поставили виртуальный объект на какое-то место, и вы можете подойти близко и начать трясти головой, он будет стоять именно там, где вы его оставили, потому что скорость трясения головы явно меньше, чем 200 раз в секунду. Если быстрее, то, наверное, я думаю, скорее всего, HoloLens сломается прежде всего. Глубина сканирования то, насколько… То есть там происходит совмещение одновременно как бы датчика расстояния, который использует как и ультразвук, так и я, честно говоря, не знаю что, но одновременно с этим пять камер, которые по периферии расположены. Таким образом, будет ли HoloLens работать на открытом пространстве? Будет до тех пор, пока она, в общем-то, может за что-то зацепиться. Если HoloLens не может, если вы встанете в идеально белую комнату, HoloLens не осознает, где она находится. Каким образом происходит управление? Вы можете размещать голограммы или обычные двухмерные приложения, такие как, например, наша замечательная MyFirst Xbox Application, в общем-то, в любом месте вашего пространства физического, и после этого вы можете с ними заниматься, в общем, интеракцией с помощью либо жестов, либо с помощью голоса, потому что в HoloLens встроена картана и существует несколько селект-приложений. Но самое главное – это вот что. Это мечта. Будете ли вы носить с собой на голове все время килограммовое устройство для того, чтобы видеть рецепты, какая погода на Гавайях и футбол? Естественно, нет. Но это то, к чему Microsoft пытается нас подвести. Наиболее реальное сегодняшнее применение, которое мы наблюдаем уже сегодня, действительно, бизнес-применение – это, как вы видите, это фотография тоже Microsoft, если я не ошибаюсь, это Volvo лаборатории, где Microsoft предоставляет HoloLens для действительно исследований, каким образом можно заниматься архитектурной прототипированием реальных физических объектов. Один из очень популярных примеров – это Japan Airlines, engine maintenance, там, где для того, чтобы обучать, каким образом производить maintenance реактивных двигателей, достаточно дорогостоящее дело – привозить каждый раз двигатель и разбирать его. Гораздо удобнее это все сделать таким образом, и одновременно вы можете, в общем-то, делать коллаборативную среду. И, естественно, это медицинские исследования, где студенты могут изучать анатомию, каким образом производятся сложнейшие операции, не на непосредственно объекте операции, а на, в общем-то, в виртуальной реальности. Вернемся теперь к этой части экрана. То есть мы можем вывозвать стартовое меню, точно так же, как Windows. Мы выбираем взглядом, не глазами, смотря в разные стороны, пока еще, поскольку у нас нет отслеживания движений зрачка, а, в общем-то, целиком головой, поэтому вы можете наблюдать смешные такие эффекты, когда человек надевает HoloLens, он моментально превращается в робота и начинает, в общем-то, всем своим телом пытаться что-то выбирать. И одновременно с этим у нас есть, я долго пытался каким образом перевести на русский язык click, scroll and drag, но, в общем-то, я попытался как нажатие прокручивания и перетаскивания. Вы, в общем-то, можете заниматься этим с помощью жестов. Это движение, которое HoloLens распознает, вам очень важно держать ваши руки, в общем-то, вот в этой вот зоне, потому что если вы будете пытаться жесты каким-то образом здесь показывать, то вот эти периферийные камеры, они ничего не увидят. Движение вызова стартового меню и, в общем-то, возврат в исходное состояние. Движение выбора взглядом, как робот. Движение, то, что называется air top, это вы, в общем-то, перед собой таким образом пальцем выбираете объект. Многие люди с непривычки начинают пытаться, в общем-то, на физические объекты нажимать, что, естественно, не работает. И таким же образом вы можете использовать слово select для того, чтобы подтвердить свой выбор. Последнее, прежде чем мы переключимся на код, последняя такая важная вещь – это дистанция. Поскольку, естественно, у нас есть ограничения, насколько близко фокусное расстояние мы можем реально делать, то у нас есть промежуток, который где-то от 20 дюймов и чуть где-то до 110 дюймов, где лучше всего размещать объекты. Естественно, как мы видели на открытии, вы можете размещать их, в общем-то, где угодно, но для того, чтобы пользовательские элементы и тексты были распознаваемыми, это рекомендуемая дистанция. Ну, я так думаю, теперь настало время немножечко поэкспериментировать с HoloLens. Начну я, поскольку большинство из нас, естественно, не имеет HoloLens. Каким образом вы можете попробовать разработку для HoloLens? Как я сказал, с одной стороны, вам достаточно только Visual Studio. Если вы пишете обычное двухмерное приложение, такое, как мое замечательное My First Xbox App с двумя кнопками, то вы можете просто заниматься отладкой под Windows, и вы можете быть уверены, что оно будет работать, как обычное двухмерное приложение в HoloLens, или же вы можете использовать DirectX 11 и специальные программные интерфейсы расширения для того, чтобы создавать трехмерные объекты, размещать их в пространстве, но только вместо описания виртуального пространства вы из HoloLens будете получать данные, где у меня на самом деле находятся объекты, где у меня находится центр, где у меня находится пол, потолок, и вы можете применять физические объекты. Но, естественно, удобнее всего, если у вас нет HoloLens, это существующий HoloLens эмулятор. Так, сейчас мы вот это вот с Xbox закроем. Вот это обычный HoloLens эмулятор, который вы можете установить в дополнение поверх Visual Studio. И он эмулирует абсолютно все, что находится на реальном физическом устройстве, за исключением того, что он, естественно, не показывает среду. И несмотря на попытки уговорить Microsoft, что хотелось бы, например, чтобы из камеры показывалась реальная среда, это не будет работать, потому что это означает, что тогда все эти процессорные мозги HoloLens, которые занимаются определением физического пространства, тогда надо было бы перекрутить к обычной веб-камере, что, в общем-то, нереально. Поэтому Microsoft пошла на интересный компромисс. Каким образом я могу управлять этим делом? С помощью мыши и клавиатуры, или же мы можем на самом деле к Windows… Сейчас мы попробуем, если не сломается. Мы можем к Windows подключить обычный Xbox-контроллер. Я не использую Bluetooth только из-за того, чтобы это было дело быстрее. Но при этом, как вы видите, даже так иногда не работает. Отложим, переключимся на другой, на мышь. И вы таким образом можете выбирать. Дайте мне убрать главное меню и кликнуть где-нибудь. И, как вы видите, такой эффект матрицы, который показывает, что на самом деле физическая среда здесь присутствует. И HoloLens, на самом деле HoloLens-эмулятор обладает очень замечательной такой вещью. Как настройка комнат. Существует несколько предварительно просканированных физических комнат, которые вы можете импортировать внутрь вашего эмулятора, и тогда будет у эмулятора создаваться впечатление о физическом пространстве, которое находится у вас здесь. И давайте теперь попробуем запустить с тем, чтобы не заниматься долгой отладкой, каким образом, например, у нас будет работать деплоймент на эмулятор. Я предварительно на эмулятор уже задеплоил my first Xbox приложение. И сейчас я покажу его, каким оно образом будет выглядеть. Я его выбираю. Мне HoloLens предлагает мое двухмерное приложение разместить в физическом пространстве. И после этого я своим взглядом могу заниматься тем же самым, если бы я занимался с мышью. Единственное, естественно, с помощью мыши и клавиатуры или даже Xbox контроллера, это не настолько удобно, насколько в Xbox, насколько в реальном физическом устройстве. Но, тем не менее, как вы видите, обычное наше двухмерное приложение UVP, которое мы создали, оно точно таким же образом, без изменений работает здесь. Давайте посмотрим еще пример. Да, это у нас все здесь есть. Это были обычные двухмерные приложения. Но, естественно, нам интересно, каким образом создавать эти замечательные трехмерные приложения. Прямой подход, как я уже сказал, это DirectX 11. И после этого, в общем-то, если вы игровой DirectX разработчик, то у вас есть такой очень тяжелый, но хорошо работающий путь. Позвольте мне закрыть это приложение и открыть предварительно подготовленное другое приложение, которое… DirectX, я вам один только листинг покажу, я его просто проскроллирую, потому что, в общем, большое количество информации. В общем, для того, чтобы создать нам кубик цветной в пространстве, безумное количество комментариев, но мы используем новые голографические API, программные интерфейсы, для того, чтобы описывать наше какое-то физическое пространство, но в большинстве своем это, в общем-то, обычное DirectX программирование. Для, в общем-то, рисования обычных объектов, раскрашивания их и так далее, что, безусловно, позволяет нам сделать все очень производительным, но, тем не менее, ни один реальный, как бы, экспериментирующий разработчик реально не будет этим заниматься. Но позвольте мне вам показать эффект, какой мы только что достигли. И вот у нас вот такой вот вращающийся после такого листинга трехмерный кубик, который пока еще не осознает. Мы его там, где его поместили, он, в общем-то, там и находится. И таким образом, в общем, достаточно сложно заниматься, естественно, разработкой. Что делать? Естественно, нужна какая-то другая среда. И для очень большого количества последних лет игровых проектов используется Unity 3D. Будь то производство больших сложных игр, будь то производство игр с поддержкой виртуальной реальности. И Microsoft и Unity, в общем-то, не сделали исключение для HoloLens. Начиная с Unity версии 5 какой-то, HoloLens и Windows Mixed Reality или HoloGraphic Platform являются нормальным платформой, которая поддерживается для разработки. Потому что в Unity уже все есть. В Unity есть самая замечательная вещь на свете C-Sharp. В Unity есть описание физического среды, но только когда вы моделируете, вы эти данные будете получать реально с физического устройства, а не будете описывать вот здесь у меня центр гравитации, вот здесь у меня это. И у нас есть физика. После этого нам на самом деле ничего не нужно. Точно так же, как мы делаем Hello World простой учебник на Unity, мы можем просто в качестве таргет указать HoloGraphic Platform и после этого мы можем создавать приложение. Я настоятельно рекомендую проверить, посмотреть HoloGraphic Academy, веб-сайт на Microsoft, который делает практически стандартные Unity-примеры, но ориентирует их на HoloLens. И я хочу очень такой простой пример показать. Это Unity. Обычная Unity. Одну минутку. Где мы видим такая очень базовая, простая, это из стандартного Microsoft примера из HoloGraphic Platform. У нас есть блокнот и две висящих сферы с физикой, которая к ним подключена. Набор скриптов, которые, в общем-то, нам описывают, что выбор у нас будет следовать visual array нашего взгляда, который ассоциирован с нашей камерой внутри Unity, что мы будем применять физические rigid body объекты, если вы знакомы с терминологией Unity. И то, что очень полезно, Microsoft также дает то, что называется HoloGraphic Toolkit, в общем-то, набор досполнительных скриптов, которые упрощают. Вам просто не нужно, в общем-то, boilerplate code писать для того, чтобы получать какие-то дополнительные вещи от HoloLens. Важный факт. Я покажу build settings и у меня в качестве build settings установлен Windows Store, Universal 10, в качестве target device HoloLens и, в общем-то, UVP build type это Direct3D. После того, как я нажму build, на самом-то деле у меня создается Visual Studio проект, который я уже компилирую и делаю deployment. И здесь у меня этот проект если вы знакомы с Unity разработкой, то вот у меня вот готовый UVP и UWP проект, который вы можете делать уже deployment на девайс либо на эмулятор. Давайте я вам покажу, как он выглядит вначале на вначале на эмуляторе, а после этого, пока он загружается, я попытаюсь подключить реальное устройство. Мы для простоты я буду показывать через кабель в отличие от Keynode, поэтому я, к сожалению, очень далеко отходить не могу, загружаемся. И мы видим очень простую сцену на нашем эмуляторе. Вы видите курсор, который симулирует наш взгляд и одновременно следует поверхности. и если я занимаюсь выбором, то шарик, в общем-то, под действием гравитации просто соскакивает своего места и падает. Еще важный аспект. Помните, я вам показывал, что вы можете загружать виртуальные комнаты? Помните об этом. Я покажу, как эти виртуальные комнаты создавать. Это был эмулятор. Теперь я, в общем-то, как аватар буду подключать себя к компьютеру. Вы, на самом-то деле, если у вас, у меня просто в настоящий момент HoloLens и компьютер находятся в разных сетях, если вы одной и той же сети, HoloLens содержит в себе Developer Portal, как любой Windows 10 устройство, мини-веб-сервер, к которому вы можете подключиться и увидеть очень интересную всякую информацию. И если вы подключаетесь через USB, то у вас, на самом деле, все то же самое, за исключением того, что вы подключаетесь через Local Host и вот такой вот порт и небольшая password protection. Прежде всего, я хочу вам показать, что я в данный момент вижу. Это все, что мы видели, и если вы видели, что задержка 6 секунд во время открытия, это, к сожалению, за счет того, что HoloLens не предназначено для живого стриминга за пределы себя. Это, на самом деле, всего лишь дебаг-режим, который я вам показывал, и вот я сейчас его, этот дебаг-режим для захвата лайв-стриминга покажу. Вот это вот все, что я вижу в данный момент, только с 6-секундной задержкой. Как вы видите, у меня стартовое меню, которое я могу либо убрать, либо запустить его обратно. 6 секунд задержка, так что руками махать здорово, но... Вот, это одно. Второе, давайте мы пока временно остановим, обратите внимание на другую замечательную такую дебаг-возможность. А сейчас вы видите все, что я вижу как бы в трехмерном пространстве, но единственное, вы не видите то, что называется как бы пространственный мэппинг. Я сейчас постараюсь его включить. First person view, то, что вижу именно я. И я сейчас постараюсь сделать апдейт моего environment, моей среды. Я выгляжу как Робокоп. В общем-то, все, что я вижу, вот таким вот образом HoloLens на самом деле видит окружающий мир. Но самое классное, что все, что я сейчас вижу, я могу нажать на кнопку и сохранить в качестве среды, которую я потом могу использовать в эмуляторе. Это означает, если вы собираетесь делать какой-то демо, предназначенное для очень специфической комнаты, специфической среды с очень специфическим расположением физических объектов, а ваше development team не имеет доступа к этому, один человек может сделать полный захват комнаты, сохранить файл, отправить тему, и тим потом может заниматься отладкой на эмуляторе, как будто бы они находятся в реальной комнате. Это одно, но теперь давайте переключимся обратно и я покажу, каким образом у нас выглядел вот тот вот наш кубик, наше двухмерное приложение и наши оригами примеры. Так, давайте вначале замечательное приложение потрясающей сложности MyFirstXbox. То, что я показывал на эмуляторе. Я могу повесить повесить это окно прямо перед собой или же, например, я могу сделать adjustment и я могу а, нет, лучше мне не делать, потому что я сейчас не смогу перетащить на физическую стенку из-за того, что мне кабель мешает. Давайте еще раз попробуем. Вот сюда вот я повесил. Например, это мой экран телевизора будет. И теперь, соответственно, я могу делать то, что мы видели уже на нашем Xbox, на нашей Windows-машине и теперь на HoloLens и на HoloLens-эмуляторе. К сожалению, когда я подключаю вот это и занимаюсь лайвстримингом, то у меня фреймрейт падает примерно на 50%. вместо 60% и выше я сейчас меньше 30%. И одновременно полностью отключается анти-алиасинг. То есть на самом деле без лайвстриминг HoloLens видит гораздо и показывает все гораздо лучше, чем вы в данный момент видите. Вторая демонстрация. Вон тот вот наш DirectX-кубик, который замечательным образом висит и я в общем-то могу со всех сторон на него посмотреть, если кабель мне позволит поближе подвинуться. Вот так вот все это выглядит. Ну и самое интересное это наш Unity проект, который мы запустили. Давайте я его сюда поближе поставлю. Unity запускается немножечко подольше. Стандартная Unity logo. и это то, что я вижу в настоящий момент. И теперь обратите внимание, сейчас мы будем пытаться переместить. сейчас переместил одновременно. Давайте сейчас попробуем запустить этот кубик. И вот он у меня покатился. А, остановился. Это я его подфутболиваю. Вот таким вот образом мы создаем ощущение реальности и он находится. закрываем. Вот таким вот образом происходит у нас разработка под HoloLens. А теперь мы несколько минут у нас осталось еще я так понимаю 17 минут судя по моему таймеру или 15 поговорим немножечко о том что у нас будет происходить после HoloLens. Но для этого мне нужно вначале попробовать позакрывать совершенно зависший интернет совершенно зависший edge нюх нюх Я вот это вот все сейчас закрою, потому что мы через некоторое время запустим еще одно интересное демо. Так, это было демо. А что после HoloLens? Ведь реально для массового проникновения стоимость этого устройства в размере 3000 долларов – это, в общем-то, неподъемно для нормальных, обычных людей. И очевидно, что у Microsoft существует, в общем-то, движение двигаться в сторону виртуальной реальности, в сторону микс-реальности. И если вы следите за новостями Microsoft, то в октябре, когда был впервые объявлен Windows 10 Creators Update, который, помимо всего прочего очень интересного, включает несколько очень важных, казалось бы, незначительных и игрушечных функций, но очень важных в направлении развития микс-реалити и как бы то, с чего началось HoloLens. Во-первых, это выпуск то, что называется Microsoft Paint 3D. Кто-нибудь уже попробовал? По крайней мере, несколько. Обычный Paint, который существует, или по-старому Paint Brush, который существует в Windows с самого начала, у нас теперь есть трехмерная версия, что означает, что, в принципе, кто угодно с обычной стандартной Windows Creators Update Windows 10 версии, которая массово распространяется всем установленным Windows 10, начиная с 11 апреля, то есть у очень большого количества людей на рынке это уже установлено, обычные люди получают возможность создавать играючи, как мы все в Paint рисовали интересные вещи, играючи создавать трехмерный контент, который может быть использован, если вы смотрели build, в очень интересных вещах, таких как ремикс, таких как вы можете трехмерные объекты потом использовать, в Mixed View Reality. И еще очень важный аспект, что одновременно с этим Windows 10 в себе содержит виртуальную оболочку, то есть Windows Shell, который симулирует виртуальную комнату, где вы можете, если у вас есть подходящие трехмерные очки, вы можете, в общем-то, то, что вы делали для HoloLens, абсолютно все то же самое, работает внутри обычной Windows. И объявлено было партнерство с пятью компаниями HP, Dell, Lenovo, Acer, Asus по производству очень недорогих очков. Developer Edition, я так понимаю, которая уже открыта для pre-orders от 300 до 400 долларов, в зависимости от того, с контроллерами или без контроллеров. Важная особенность то, что они очень недорогие очки с depth sensors, с дополнительными сенсорами или камерами, которые могут без… Если кто-нибудь знаком с Oculus и HTC Vive, где вам нужны внешние сенсоры, где вы находитесь, то вы, в общем-то, можете использовать только очки для того, чтобы с одной стороны это виртуальная реальность, с другой стороны вы не натыкались на стенки. Была показана очень такая замечательная, интересная демо, где вы в своей виртуальной комнате ощущаете, что вы находитесь где угодно, можете расставлять свои обычные приложения, но самая замечательная функция – вы можете запустить внутри виртуальной реальности обычный Windows Desktop, где вы можете сидеть в Visual Studio и заниматься, программировать и одновременно смотреть на море. И еще одно очень важное, важный момент заключается в том, что все это доступно на, в общем-то, достаточно скромных графических возможностях ваших графических адаптеров. То есть рекомендуемая, минимальная – это Intel HD 6000 что-то. Чем выше, естественно, тем лучше. Но пока, например, это почти трехлетняя Surface, в которой Intel HD, я уж не помню, 5 какая-то. И по спецификациям этот Mixed Reality портал, он вообще не должен работать, но он работает. Он работает еле-еле, но тем не менее он работает. То есть то, что начиная с 11 апреля любая Windows машина, если вы проапдейтились, вы можете найти у себя, это уже есть, уже существует. У меня нет очков виртуальной реальности, я буду использовать симуляцию. Это займет некоторое время на загрузку, но тем не менее мы попытаемся загрузить. И чтобы вы хотя бы предварительный краешком взгляда увидели, что примерно то, что у нас существует на HoloLens, то же самое в настоящее время существует в каждой Windows 10 машине, начиная с 11 апреля. Где вы можете иметь виртуальную среду. Давайте посмотрим, в этот раз у меня Xbox контроллер заработает или не заработает. Да, я вот могу перемещаться. Как вы видите, виртуальная как будто бы у меня стены. Но самое главное то, что я могу запускать те программы, которые у меня находятся в данный момент в обычном моем стартовом меню. Ну вот давайте посмотрим вверх программной креативности My Xbox App, который мы с вами пытались уже. Вот я его сейчас попробую, если мне мышка позволит и затыкающийся компьютер, я постараюсь его запустить. То, что мы создавали для Universal Windows Platform с графическими багами, поскольку этот адаптер в принципе и не должен был поддерживать то, чем мы сейчас занимаемся, но тем не менее мы можем пытаться запускать и пытаться делать клик, который yes работает. И таким образом любая Windows машина становится на самом деле платформой для экспериментов с виртуальной реальностью. И то, что вы занимаетесь Universal Windows Platform или разработкой на Unity, непосредственно сразу становится немножечко более интересным. Вот таким вот образом, друзья. Так, а можно ли создавать что-то типа виджетов, чтобы они не висели где-то в пространстве, когда я голову убираю, чтобы они не исчезали, а просто все время перед глазами на одном и том же месте? Да, конечно. То же самое, как вы в Unity, в общем-то. Ну, например, вот стартовое меню, оно точно так же и действует. Да, то есть это абсолютно спокойно. Вы можете следовать за взглядом и во взгляде держать в принципе все, что угодно постоянно. А можно такой чисто технический вопрос? Просто интересно, вот вы, например, запускаете много приложений, вот они висят, а вообще HoloLens пытается это как-то оптимизировать? Я к тому, что вы отвернулись, он продолжает ее там отрисовывать или он как бы ее убирает? Естественно, естественно, оптимизирует, конечно. И еще такой, каким образом, чем HoloLens, физическое устройство, отличается от большой Windows машины, в котором портал запущен. HoloLens это Single Mode Application или Single Application Mode устройство. Если вы обратите внимание, когда вы запускаете одно приложение, то все остальное, что было запущено до этого, оно исчезает в момент работы вашего приложения. Когда вы выходите, грубо говоря, в стартовое меню, то тогда вы опять вдруг видите, что все ваши развешанные окошки висят. И они в таком хитром полузаснувшем режиме. Вы можете к ним подойти и активировать их. Это исключительно из-за недостатка. В общем, создатели HoloLens очень откровенно рассказывали, что, во-первых, для того, чтобы увеличить поле зрения, потому что я реально вижу маленькое окошко перед собой, и для того, чтобы сделать больше процессорных возможностей, нам нужно было бы с собой носить рюкзак с дополнительными процессорами и батарейками. Это, в общем-то, то, на что технология 21 века способна сегодня. Вот. Что наши друзья из Redmond делают на завтра, мы еще не знаем. Пожалуйста, еще вопросы. Периферийные устройства можно подключать? Что-что? Устройства ввода дополнительные. Bluetooth LE устройство. То есть клавиатуру можно подключать? Вы не можете подключать клавиатуру, вы не можете подключать мышь, потому что она не имеет, в общем-то, смысла в голографическом среде или в виртуальной среде. И со всеми HoloLens предоставляется вот такое вот устройство Bluetooth LE Clicker, вы потом можете подойти посмотреть, которое, если вы испытываете трудности с выбором, что очень большая проблема. Мы вот, например, на выставках попробовали. Люди, когда никогда не имели опыт работы с HoloLens, у них нету концепции нормального выбора. На это занимает, не знаю, минут пять. А если у вас всего для демонстрации, минут пять. Поэтому вы можете давать вот такой вот кликер, который будет симулировать, как будто бы вы выбираете. И одновременно он имеет, как это называется, гироскоп. То есть вы можете нажать и как бы заниматься скролированием вверх-вниз.